Итак, привет всем на канале Andromedia Games. Сегодня я покажу вам несколько игрушек, которые буду запускать на смартфоне ценой 130 долларов. Это Redmi Xiaomi Redmi 3 на 616 Qualcomm и достаточно посредственная производительность. 30 тысяч в Antutu Benchmark, видеоскоритель на уровне 14-го года по производительности, не более того. И покажу вам, какие же игрушки можно сейчас поиграть на довольно слабом устройстве. Тысяч за 7, за 10, купленном, скажем, в России или в районе 100-130 долларов, купленном в Китае, например. На моем канале andro.id. Android, вы можете посмотреть такие устройства, обзоры я делаю на дешевенькие китайские, не очень китайские смартфоны. Итак, первая игра, это была Охотник подземелья, пятая часть. Она прекрасно идет, отлично оптимизирована на любых устройствах, летает только в путь. Сейчас мы смотрим Real Rating 3, он на медиатеку отлично работает. Но вот на этом Qualcomm и в видеоскорителе Adreno он ставит максимальную по качеству графику, однако притормаживает, к сожалению. Но, в принципе, остается вполне играбельным. Чуть дальше будет, слегка я вам покажу прохождение и как выглядит графика в играх Nova 3. Боги арены, это файтинг с оружием. Ссылка к Лебуру, такой небольшой привет. Представок Real Rating, так как я уже говорил. Танк, и потом будет Implosion, новая игрушка, вышла совсем недавно. Blitz Brigade, и есть еще Respawnables, ее не покажу, но она точно такая же. Это сетевой шутер онлайн. Unkill, это уже не новая совсем игра, но отличная по графике до сих пор уже много лет. Это еще Dead Trigger 2, по-моему, на том же движке. Потом Asphalt 8 и Need for Speed No Limits. Это топовые сейчас по графике и вообще по аркадности, по играбельности гонки. Сейчас на Android. Потом Critical Ops, это онлайн-шутер типа Counter-Strike. Modern Combat 5, потом тоже отличная игрушка. Потом Modern Combat 5 и Mortal Kombat X, их еще многие путут. Mortal Kombat это, естественно, файтинг. Достаточно прикольный, новый, недавно совсем появившийся, ну как недавно, в прошлом году появившийся файтинг на Android. Ну и Ground Operation, который вышел буквально на днях, в мае 2016 года. Аркадная гонка со стрельбой, очень рекомендую. Классная штука. Это Gods of Rome, это боги арены в русской интерпретации. Файтинг с оружием. С ним, походу, вообще не будет никаких проблем, так как игрушка оптимизирована очень хорошо. Ссылки на все игры и ссылка на канал с описанием смартфона, с обзором на этот смартфон, вы найдете в описании к видео, внизу вот там. Там же можете поставить лайк, репостнуть в социальные сети, если не хотите потерять ролик и ссылочки. И также на моей группе ВКонтакте, или здесь в комментариях, или на основном канале на Android. И можете спрашивать, я помогу вам подобрать какой-нибудь смартфон на определенную вами сумму. Ну, постараюсь выбрать лучший вариант. Пишите, комментируйте, спрашивайте, постараюсь всем ответить. Следующая игрушка Emplosion, новая, тоже довольно красочная игра. Не ведитесь на ее бесплатность, только первый уровень доступен для бесплатной игры, а дальше надо ее покупать будет. Эта игра также не тормозит даже на средних устройствах, никаких проблем с ней я не ощутил. Эта игра также не нужна. Эта игра в том, что у нас нет. А теперь сетевой экшен Blitz Brigade И есть еще не менее веселый экшен, тоже сетевой Шутер Respoonable, сможете найти в Play Market Тоже отличная графика и просто драйвовый экшен Сейчас здесь почти нет игроков, поэтому я просто походил, посмотрел, ничего ли не тормозит Игра великолепно оптимизирована, даже за 4000 смартфон Какой-нибудь Galaxy, самый дешевый Galaxy Ace Neo 4, например В этой игрушке великолепно работает, ничего, никаких ни малейших глюков не происходит Итак, это Xiaomi Redmi 3 без ноут, которая у нас на драгоне 616 Танки, Virtual Blitz, поехали Настройки максимальные На более слабых устройствах, на самых дешевых, по 4-5 тысяч, скорее всего придется снизить настройки до минимальных 45 FPS Хотя порой просто достаточно отключить отображение травы Эээ, кто меня увидел? Игра вообще великолепный образец игроделов Всем стоит ориентироваться и стремиться к такому же качеству Например, здесь кэш огромный Ох ты жопа Ну, он разный для разных устройств, для разных разрешений Но его можно, например, переместить на карту памяти, прям туда скачивать изначально Мы справились, парень Там еще кто-то есть То есть на дешевых смартфонах, где всего 2 ГБ свободного места, вы не установите никаких крутых игр А танки, пожалуйста, потому что карточку памяти вставили и на нее предложат вам скачать кэш Это огромный плюс А теперь игра Unkillet, которая тормозит на высоких настройках на самых слабых устройствах Здесь посмотрим, не будет ли подвисаний хотя бы изредка Ну, скорее всего, их не будет А на минимальных настройках качества эта игрушка работает даже на самых-самых дешевых устройствах Так же, как и Dead Trigger 2, прародители этой игры В этой игре чуть дальше в сложных уровнях появляются массовки, когда зомби окружают в огромном количестве И там даже средненькие устройства на максималке за 20 тысяч смартфон может начать очень здорово тупить Вот этот момент можно использовать для проверки Когда запускаете ракеты, устройство вдруг лагает И, естественно, снижаете настройки, понимая, что в дальнейшем, когда появятся орды зомби, вам будет уже тяжело справиться из-за торможений Ну, а теперь Asphalt 8 Ночные трассы, естественно, Токио В которых тормозят слабые устройства Здесь же никаких просадок не обнаружилось Все летает просто как космолет Короче, эту игру тянет смартфон без проблем Любые смартфончики тысяч за 10, за 7, за 12 На минималке эту игру также тянут без каких-либо заморочек Единственное, что куча эффектов, конечно, блеры и всякие отражения будут отключены Но игра отлично оптимизирована Я играл на нее на Galaxy Sneo, вот именно за 4000 рублей И она прекрасно идет Чтобы поиграть на максимальном качестве в эту игру Надо около 30 тысяч в Antutu бенчмарке А конкретно около 7 тысяч в 3D-тесте Это полного Antutu бенчмарка Хотя вот, зависит еще от разрешения Здесь, например, всего, по-моему, 3-4 тысячи И она прет без всяких проседаний на максималке А теперь игра Need for Speed No Limits С ней небольшие проблемы возникли Фпс довольно низкий Но самая проблема в том, что в меню очень медленно работает Все очень медленно открывается Медленно стартуют трассы Но тут, скорее всего, дело в оптимизации И, к сожалению, настроек в игре графики и качества нет Поэтому как-то ускорить работу этой игрушки не удается Но, в принципе, все вполне играбельно Из-за такой низкой скорости работы Низкого фпс управлять даже порой удобнее Фпс вот здесь показывается Эта игра называется Critical Apps В этой игре в настройках есть существенное количество всяких опций Можно настроить скорость работы Офигенная игра Не то, что прицелить не успел Я даже навестись не успел Это кто-то идет Молодец Может, те, кто играет мышку и клаву используют Возможно Эта игра Modern Combat 5 Она пошла без проблем Никаких торможений особо я не ощутил Да и вообще, эта игра благодаря оптимизации Тормозит только на устройство, где полгига оперативки Где полгига оперативки Я вообще, к сожалению, считаю, что в 3D-игрушке Лучше не пытаться играть Будет тормозить А вот аркады различные Всех жанров будут отлично нужны Контакт! Может, именно вера Сейчас и другая Все десятия Они сам с момента Half- Car aquí Уже кстати Вы его? А какая! ? Ха-ха Сметальная Смертная До дня Субтитры сделал DimaTorzok Палач Игра Mortal Kombat X Наверное зря я ее использую в тестировании Так как она идет практически на любом устройстве Даже на самых слабых идет Но скорее всего я ее показываю Потому как тут редкий случай Когда отличная игра С офигенной графикой оптимизирована так Что идет везде на любом устройстве Уметь надо И всем разработчикам игр Стремится к такому же качеству игр Субтитры сделал DimaTorzok Это новиночка в моих обзорах Эта игра называется Ground Operation Отличный экшен По катушке С видом от третьего лица Да, управление довольно неплохое Очень рекомендую Она вышла вот буквально два дня назад Это май 2016 года И к моей радости Несмотря на отличную графику Ничего не тормозит Даже на среднего По мощности на средних устройствах Ну на топах вообще все великолепно Естественно Ну и на этом устройстве Никаких проблем Так же не обнаружилось Неплохо Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok